Обещанного три года ждут. Русская народная пословица идеально подходит под ситуацию с ульяновскими дольщиками. Некоторые дома в жилом комплексе юго-западной Засвияжского района долгое время простаивали полуготовыми. Но в этом году ситуация изменилась и люди получили долгожданные метры. Пенсионерка Венера Матвеева вложила в двушку почти 2 миллиона рублей. Пришлось понервничать, но наконец-то заветные ключи получены. Пора задуматься о домашнем уюте. Конечно, переживали. Три года прошло уже. Переживали. Все было в этом. Звонили, расспрашивали. Слава богу, дождались. Все хорошо. Дом номер 40 на улице 154-й стрелковой дивизии готов благодаря государственному софинансированию. Был подписан дорожная карта по решению проблем обманутых дольщиков. В рамках данной дорожной карты сотрудниками агентства регулярно выезжают на проблемные площадки. Конкретно работают с каждым застройщиком. К жильцам 40-го дома приехал губернатор Ульяновской области. Алексей Русских вручил владельцам ключи от квартир. Глава региона рассказал ульяновцам, почему происходят проблемы с долевым строительством. Из-за нашего законодательства, которое в то время было, оно привело к тому, что очень много обманутых дольщиков, так называемых, не образовались по всей стране. Потому что заходили на рынок строительные компании, которые не имели финансовой подушки своей большой, не имели хорошей гонитной истории с банками и надеялись построить дома. Также региональные деньги вложили в строительство дома по улице Мичурина. Сейчас в реестре проблемных домов осталось 8 объектов. Многоквартирный дом номер 20 в Заволжском районе возводится за счет собственных и заемных средств застройщика. Остальные с привлечением механизма фонда развития территорий.